Несколько минут назад в Киеве ввели комендантский час. До утра жителям столицы Украины якобы для их же безопасности запретили выходить на улицу. Сам город, уверяют местные власти, превратился в неприступную крепость. О том, как в таких условиях идёт и идёт ли вообще эвакуация населения, с передовой репортаж нашего военного корреспондента Евгения Поддубного. Это артиллеристы наносят удары по бронетехнике украинской армии под Киевом. Разведывательный беспилотник обнаружил танки ВСУ в непосредственной близости от позиций российских подразделений. Высокоточный ударный комплекс. Полёт снаряда корректируется по лазерному лучу. Каждый выстрел – поражение цели. Российская группировка под Киевом сейчас ведёт огневое поражение укреплённых районов противника в непосредственной близости от украинской столицы. Уничтожается артиллерия ВСУ, склады горючего и боеприпасов, техника и на линии боевого соприкосновения и в тылу. При этом российские бойцы вынуждены действовать предельно осторожно. Ирегулярные войска, и националистические формирования киевского режима используют жилые кварталы для размещения артиллерии, организации опорных пунктов. Вот здесь наглядно понятно, кто и как воюет. Подразделения армии «Россия» заходили в этот населённый пункт с той стороны. ВСУ пытались поразить колонны российской армии, используя реактивные системы залпового огня. Дивизионы находятся в той стороне. Но били украинские военные по жилым многоквартирным домам. Вот последствия попадания реактивных снарядов системы смерчи «Ураган». Российская группировка силы Киева также обеспечивает безопасность передвижения беженцев. Прорваться через линию фронта удаётся немногим. ВСУ и нацбаты режим тишины в районе гуманитарных коридоров не соблюдают. Давайте ещё одну. Я вам на багажник приезжу. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Счастливого пути вам. Спасибо. И спокойно приезжайте. Как добрались? Благополучно. Ваши нас провели. Всё хорошо. Там дальше тоже безопасный дорог. Да. Ничего не волнуйтесь. У вас дети? Да. Сколько вы с ней? Маленькие. Третий класс, четвёртый класс. Нет, вы даете? До темноты успеете. Киевский режим продолжает обстрелы населённых пунктов, которые находятся под контролем российских военных. Жители украинских посёлков у столицы укрываются в подвалах от обстрелов вооружённых сил Украины. Стреляют страшно. Поэтому и в подвале сидим. Тут безопаснее. Общались с российскими военными. Что говорят вообще? Как отношения складываются? Хорошие отношения. Помогают, чем может. А чем помогают? Ну, суппакет, продукты, какие надо. Здесь же наша группа собирает информацию для российских гуманитарных организаций, русской гуманитарной миссии и фонда имени Елизаветы Глинкия. И уже в ближайшее время мы доставим сюда действительно необходимую помощь. Жизненно важные медикаменты, детское питание, тёплую одежду. А если вы составите список до завтра, до утра, то мы попробуем сделать так, чтобы вам помогли. Хорошо? Хорошо. Позовите мастера или молнию. Нас сразу позовут. Понял? Если нужно будет что-то ещё, питание, ещё какие-то проблемы, сразу подходи, будем помогать, всё решаем. При этом главная задача подразделений спецназа – это поиск и уничтожение диверсионных групп противника, мобильных артиллерийских расчётов, агентов украинских спецслужб. Это трасса Киев-Житомир, отсюда по прямой до украинской столицы, около 15 километров. Вот именно в этом районе и продолжаются ожесточённые бои. Сюда же бьёт украинская артиллерия, пытаются поразить подразделения российской армии, Росгвардии, которые находятся в этом районе. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова